Аналитические репортажи Тему продолжит Амон Джон Махединов Тему 13 лет он живет в Бахтарском районе Хатлонской области В семье их четверо детей, он самый старший Перед тем, как пойти в школу, Насим успевает посадить помидоры и огурцы Кроме того, в обязанности подростка входит сенокос При этом мальчик пользуется ручной косой Трудиться Насим стал с раннего детства Он был вынужден заниматься тяжелым трудом и помогать маме содержать семью Отец уехал на заработки в Россию и забыл о них И уже не посылает денег Заниматься делами, которые в его селе делают мужчины Насиму удается с трудом К примеру, до школы и после я быстренько справляюсь со всеми делами по дому Стараюсь не отставать и делать уроки, учиться Нам, мальчишкам, сложно, но мы вынуждены помогать родителям Нам трудно, конечно, мы устаем Не можем проводить больше времени за уроками Таких детей, как Насим, в Хатлонской области немало Семьи с низким достатком зачастую используют детский труд Родители вынуждены отправлять своих несовершеннолетних детей на поле Таскать арабу на рынке или перевозить тяжелые грузы Салахиддину 16 лет, но он уже содержит семью, где нет отца Ситуация вынудила подростка покинуть школьную парту и пойти на рынок Мои дяди по материнской линии в течение двух лет помогали нам Когда я подрост, решил торговать на базаре Сначала продавал целлофановые пакеты, потом работал носильщиком Вскоре стал работать в сельском хозяйстве Каждый день зарабатывал по 20-30 сомони Это 4-5 долларов Вот так мы выживали Сейчас я работаю в поле трактористом Мы выращиваем хлопок Не секрет, что дети, которые вынуждены заниматься тяжелым трудом Мечтают об учебе и хорошей жизни Раджаб Мох Файзулоева, мать четырех детей Говорит, что все ее сыновья подрабатывают на рынке Иногда им приходится заниматься и полевыми работами Жизнь заставляет мириться с такой участью, говорит женщина Она, конечно, бы хотела, чтобы у ее детей было счастливое детство Они больше играли и радовались каждому дню У меня четверо детей Отец семейства в России Денег посылает мало Нам едва хватает на еду, одежду, покупку дров Те, кто едет в трудовую эмиграцию Очень часто долгое время не могут найти работу Мы вынуждены привлекать детей к тяжелой работе Нам надо жить Мы беремся за всякую работу Чтобы хоть как-то облегчить свою жизнь В Таджикистане реализуется национальная программа по искоренению наихудших форм детского труда Документ рассчитан до 2020 года В течение ближайших пяти лет должны быть реализованы прямые меры борьбы с тяжелыми формами труда И вывода детей, вовлеченных в наихудшие формы труда Сегодня власти города Кургантюбе проводят разъяснительные мероприятия Чиновники информируют, что детский труд на поле и на продовольственных рынках в раннем возрасте вредит здоровью Говорит Хадича Шукурова, заведующий отделом по правам детей местного органа власти Бахтарского района При исполнительном органе государственной власти была создана комиссия в составе 11 человек Комиссия провела среди населения восьми джамуатов и поселков Бахтарского района разъяснительные работы по соблюдению закона об ответственности родителей за воспитание детей Дети, как и взрослые, имеют трудовые права Одной из основных задач, которую мы поставили перед собой – защита конституционных прав детей Согласно официальным данным, в Таджикистане более 2 миллионов 200 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет При этом более полумиллиона из них работают, причем наиболее высокий уровень занятости 45% отмечается среди юношей в возрасте от 15 до 17 лет Шохзот Саидов, представитель отдела по делам молодежи, спорта и туризма Хокуматах Атлонской области отмечает, что они стараются донести до родителей, что ребенок не должен заниматься тяжелым трудом Он в первую очередь должен учиться С целью предотвращения эксплуатации детского труда мы внедрили следующие меры Провели рейды на рынках области и действительно обнаружили детей, продающих целлофановые пакеты Таскающих арбу и тяжелые грузы За 4 месяца этого года было проведено 12 таких рейдов по городам и районам области Сейчас можно говорить о том, что таких случаев становится меньше Мы верим, что со временем ситуация улучшится и найдутся более действенные методы по предотвращению детского труда Дети и молодежь должны учиться во имя процветающего будущего страны Эксперты говорят, что основной причиной возникновения проблемы детского труда является бедность Ведь идут работать в основном дети из бедных семей Многие из работающих подростков, дети из социально неблагополучных семей Эксперт Мухитобон Назарова считает, что дети после тяжелого труда дня приносят деньги домой Однако при этом они теряют свое драгоценное здоровье Обязанность семьи – это прежде всего воспитание здорового ребенка К сожалению, родители не обращают серьезного внимания на этот факт В сельской местности, когда начинается сезон посева, многие родители привлекают детей к полевым работам Это работа по прополке посадок, покосу дров, сбору урожая, уходу за домашними животными Эта тяжелая физическая работа влияет на мышление ребенка Ребенок устает физически, устает морально И, конечно же, в этом состоянии он не может воспринимать слова педагога в школе Он не может подготовиться к учебным предметам Детей, задержанных в рамках проведенных рейдов на рынках и полях Хатлонской области Отвозят домой, где проводят беседу с родителями Первый раз родителей предупреждают, при повторных случаях могут и оштрафовать Однако в отдаленных селах о таких рейдах никто не слышал И еще очень часто общество в силу восточного менталитета, где принято помогать родителям по хозяйству Не разграничивает использование наихудших форм детского труда И другие виды экономической активности детей, которые полезны для развития самого ребенка Репортаж подготовил Амунджон Мухеддинов, Хатлонская область Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы Или вы желаете рассказать о своей проблеме Вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11 Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира У микрофона была Шахадация Ибназарова Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю Мы снова с вами поговорим о том, что важно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин